Ну а перед началом данного ролика хочу поблагодарить всех тех, кто подписался на мой канал, также поставил лайки и написал комментарии, особенно тех, кто задонатил недавно, да и вообще в принципе задонатил, спасибо, мне очень важна ваша поддержка, меня это очень сильно мотивирует снимать там максимально лучшие видосики и так дальше, да я сейчас собираю на сильный ПК, я смогу снимать еще другие игрушки и также сама Оску еще лучше и так дальше, спасибо всем, а мы начинаем. И сегодня я хочу поиграть за Московию, мне это предлагали месяца два назад, комментарий собрал довольно таки много лайков, поэтому для меня это и служит показателем того, что в принципе стоит за данную страну немножечко поиграть, да и в принципе это 1440 год и думаю стоит попробовать вернуться немножко в прошлое снова и вновь, поэтому я сейчас прокачиваю содержание армии, немножечко вкачаю рост экономики, а также рост населения, потому что без них мы просто никуда. Ну это не самое важное, сейчас мы поставим получается налоги, так чтобы у нас максимальный шел плюс, получается примерно, нет, мне не нужно такие высокие инвестиции, ставим примерно 30% блага и 25% инвестиции. Так, я вернусь сюда, когда уже кстати хочу сказать мои планы, по идее, человек который написал комментарий, он сказал, чтобы мы захватили всю Европу, ну и Малую Азию, так что в принципе будем так и делать. Ах да, я забыл сказать, что у нас целых 5 вассалов есть, я их пока захватывать не буду, потому что это выгодно, в принципе они нам пока денежки дают, да и в принципе я хочу захватить Рязань, потому что ее может захватить Великое Княжество Литовское, Рязань довольно-таки слабая страна, поэтому думаю у нас все получится. Вот и собрал я довольно-таки большое количество войск, это примерно 13 тысяч, практически мне кажется это будет довольно-таки хорошо, потому что у него население всего лишь 225 тысяч, но дело не население, дело в том, что мы только начинаем игру, поэтому в принципе он силен не должен быть, но я думаю, что его стоит выбивать, потому что он может напасть на нашу столицу, а мне такие проблемы не нужны, надеюсь мне хватит войск, да мне хватило, там просто буквально 150 осталось. Я думаю, что у него армии уже в принципе как только не осталось, у меня еще 6000 аж целых, я думаю, что стоит немножко пробиться пока вот здесь, вот сюда пока нападем, посмотрим, что у него здесь есть, направляем туда основную свою армию и смотрим, что там в итоге должно по идее получиться. А что получается, то что мы в принципе забираем его провинцию, одну пока что, это очень мало, но надеюсь мы тоже сможем неплохо продвинуться, на столицу набираем, точнее напускаем очень много войск, потому что там как бы замок и в принципе смотрим как мы пробиваемся, ну понятное дело эта вот Рязань слила все свои войска еще изначально, правда здесь мы не пробили, это очень плохо, но не знаю, не знаю, мне кажется мы сможем все равно справиться, потому что все-таки мы сильнейшее государство, Правда, это еще в будущем, но я думаю, что при жизни мы сможем еще увидеть, как Московия расширилась максимально сильно. А пока мы продвигаемся по территории Рязани, столицу мы уже давным-давно забрали. И думаю, в принципе, проблем не составит забрать нам последнюю ее пробку. Отлично. Вроде бы нам не хватит забрать все ее территории, да, потому что мы еще сами, в принципе, довольно-таки маленькие. Понятное дело, заберу столицу, ну и примерно вот килл до границы, чтобы у нас оставалось нолечко у войны. Да, и в принципе, почему бы и нет, тоже они довольно-таки хорошо смотрятся, да. Вот, вот, Рязань теперь вот такого вот размера примерно. Саряма, ребят, мне там позвонили, да, и я не хочу это вырезать, потому что там был ключевой момент, мы забирали полностью Рязань. Я хочу напасть, кстати, сразу же на ОДО, потому что у меня осталось аж целых 4 тысячи войск, если не ошибаюсь. Да, да, целых 4 тысячи войск, да, и страна эта, в принципе, слабенькая. Если вот эта вот не смогла нам дать большой отпор, то, в принципе, ОДО тоже, в принципе, не должен это сделать. Надеюсь, у нас будет все пачком. Поначалу пропущу пару ходов, потому что чисто интересно, насколько у него большое войско. В принципе, продвигаемся мы довольно-таки хорошо, по сути, за 2 хода мы должны, да, мы его забрали уже полностью. А вот и произошло то, что я хотел, мы теперь можем воевать с Пермью. Конечно, это мой вассал, некорректно так делать, я мог, конечно, вообще полностью зааннексить. Но, думаю, будет вам интереснее посмотреть, как я буду с ним воевать, да и кто его знает, вдруг я вообще проиграю. Ну, все, в принципе, может быть. И сразу же буду воевать против еще одной стороны, вот как она называется, Ярославль. Я хочу просто сразу ее забрать, она, в принципе, мой не вассал. Пока я, понятное дело, пастую, позащищаюсь, потому что я не рискну первые нападать. Они, как бы, могут быть довольно-таки подготовленные, тем более Ярославль. Конечно, у него всего 2 провинции, но он почти силы с Пермь. Просто, ну, вы себе представляете такую мощь? Я, если честно, нет. Как бы у Пермь и провинции в 2,5 раза больше, но то уже ладно, то уже не так страшно. Ну, что ж, они, в принципе, на меня больше не нападают. Хотя Пермь, в принципе, пробивается, плюс-минус, я бы сказал. Ну, не знаю, не знаю, давайте-ка лучше попробуем на нее уже перебиться, потому что она, как бы, может сейчас взять миллиард займов и уже нас вынести. Так же самое Ярославль, поэтому, что мы смотрим? Пермь пробиваемся. Отлично, первые провинции взяты, Ярославль вообще полностью уже зааннексен. Осталось сразу же кинуть мирные требования. Ну, я бы не сказал прям мирные, но, короче, его уже полностью забрать. И что мы видим на Перме? Пермь, отлично. Все, Пермь, прощай. У нас минус 1 вассал, но зато плюс 5 территорий, которые мы в будущем можем развивать. Да и, в принципе, что-то там строить. И территория никогда не бывает лишняя. Ну, я всегда это говорю, поэтому, типа, так и делаем. Забрали мы уже Ярославль и Пермь, смотрим. Превосходно. Ну, смотрите, наши территории уже довольно-таки красивые. Забрать бы еще вот это вот, и остальных вассалов было бы вообще превосходно. Ну, это чуть позже. Все действия в этом видео делаются профессионалом, поэтому воевать сразу же против трех стран, тем более, когда у тебя минус 28 тысяч, очень опасно для жизни вашей страны. Поэтому не советую так делать. Ну, а так как мы, получается, точнее, я Вайлдсерп, я нападаю сразу на Рязань, долго ждать не буду. Проатакую ее столицу и пару ее территорий, и мы посмотрим, что у нас в итоге получится. Думаю, будет все пучком. Ну, короче, смотрим, ребятки, смотрим. Первая атака. Первая атака не забирает столицу. Обидно. Ну, правда, войск у меня еще много, поэтому я сильно париться не буду, да и не хочу я это делать. Так, забираем вот эту его территорию, и что? И что мы можем увидеть? Так, нет, мы можем увидеть то, что Рязань, в принципе, одну провинцию потеряла, точнее, она теряет уже все территории, которые было у нее до этого. Надеюсь, мы хоть час ее-то заберем. Да, мы ее забрали превосходно, теперь мы выросли еще плюс, сколько там, сколько у нее было? Пять провинций, если не ошибаюсь, да? Отлично. Осталось забрать только еще своих вассалов, и можно заканчивать прохождение. Ну, ладно, я шучу, шучу. Можно, в принципе, продолжать уже воевать с Илл Новгородом, точнее, не продолжать, а начинать и княжеством литовским. Да, что это требовалось доказать? На меня напало княжество литовское, я, как знал, не распускал армию, правда, у меня всего лишь-то каких-то 10 тысяч. Я уверен, что мне этого 100% не хватит, но как бы попробовать стоит отбиться хотя бы от нее. Я, понятное дело, и кинул мирные требования с белым миром, конечно, и, ой, чувствую, мы можем сейчас проиграть, ой, чувствую. Я, в принципе, от нее отобьюсь, сильно процесс вам показывать не буду, а может уже покажу, как будем забирать хотя бы какие-то у нее территории. Фух, ну и ну, конечно, да, он меня примерно забирал вот до отсюда, аж доходил, я брал кучу займов, вы не представляете, какой это жопоболь было, но на данный момент мы уже отбились от его, получается, нападения. Я специально сделал так, чтобы он 0% и лишний раз на него не нападал. И мы можем сейчас заметить то, что мои войска уже идут на его территории, наверное, он уже немножко иссохся, ну, типа стал слабеньким, надеюсь, надеюсь, очень надеюсь, в принципе, в принципе. Как я вижу, он не так уж и сильно от нас отбивается, надеюсь, у нас, типа, получится уже хотя бы чуть-чуть продвинуться, потому что, как бы, лишние территории никогда не бывают лишними. Ау, просто да, я такой, конечно, себе мудрец. Ого, ого, откуда у тебя войска опять появились? Алло, братан, алло, братан, не надо, пожалуйста. Заберем буквально, мне с Новгородом не хочу территории иметь лишних совместных. Это Казань какая-то, дали, это большая орда, поэтому тут можно забрать. Ну и, типа, такие территории. Короче, пропускай ход и что? Зашибись, ребятки. Мало того, что отбились от Великого Княжества Литовского, если что, вы не думаете, что это было так легко, это было, наверное, тяжело. И мы сумели даже забрать пару провинций. Мне кажется, довольно-таки неплохо, прохождение почти удается. У меня этот пасык остался всего лишь-то единственным вассалом. Это очень обидно. Все у меня поуходили, меня предали, но, извини, братан, мне тебе придется тоже предать, потому что у меня осталось аж целых 7 тысяч, ну, практически 8, а твои территории, как раз, не находятся возле меня. Да, и у тебя желание свободы. Короче, плохо ты ко мне относишься, я не сильно такое люблю, поэтому буду на тебя сразу же направлять свои войска, и мы, по идее, должны себя за один ход забрать. Ну, сейчас мы посмотрим. Первая провинция взята, также самая китарая, правда, тут уже думал, что я садю, потому что страшно это все выглядело. Короче, аннексим его территории и радуемся жизни. Единственное, что мне нравится, то, что у меня как бы Ростов, прям Ростов возле меня находится. Ну, именно в моих территориях некрасиво смотрится, но, думаю, скоро смог забрать. Итак, внимание, экстренное включение. На меня пал Новород. Я, в принципе, этого и ждал. Если что, вот это вот Ростов я забрал давненько, потому что не хотел вам это показывать, поэтому из-за камеры. В принципе, в принципе, у него войск немного, и на меня еще напал... Ого, ребятки, мне кажется, это ГГВП. Так, на всякий случай сохраняюсь. Мне кажется, я от них отбиться, ну, чисто физически не смогу. Камон, я, как бы, Московия, да? Ну, давайте представим этот факт, что я Московия. И у меня нападает очень два больших пасха. Это Новгород и Княжество Литовское. Если Новгород еще не такой сильный, то Княжество Литовское сильнее, чем я, в принципе. Ну, физически. Правда, у меня немножко больше экономики, но, представьте, я воюю против, можно сказать, двух гигантов мировых. Ну, как бы, весело мне будет, да? Ну, короче, что-то придумаю. Да, все это будет, смотри, конечно, очень весело. Я тут, конечно, чуть понабирал войска, потому что знал, кто на меня, понятно, будет делать нападать, типа Княжество Литовское. Ой-ой-ой, страшно, ребятки, очень страшно. Если бы я знал, что такое, но мы не знаем, что это такое. Ого, как бы 73 войск, казалось бы, очень мало, но для данного нападения это очень много, потому что он просто наизично пробивается. У меня, конечно, еще довольно-таки много войск, конечно, много войск, но не знаю, не знаю, как это. Все равно как-то стрёмно и подозрительно выглядит, они как-то слишком слабо на меня нападают. Короче, смотрим. В принципе, Княжество Литовское не сильно на меня нападает. Наверное, она еще слабенькая с прошлой войны, хотя фиг его знает. Вдруг это она просто неподготовленная. Ой-ой-ой-ой-ой, вы что творите, ребят? Воу-воу-воу, мы даже нападаем на Новгород, неплохо. А вот и, в принципе, основные войска Княжества Литовского. Почему же я не удивлен? Объясните мне, пожалуйста, почему же я не удивлен, что у нее столько войск у этой страны? Ох вы что, ребят, вот это да, на меня напала еще Казань. Не знаю, почему я такой радостный, как-то странный, как будто мазохист, да, но это не так, вы так не подумайте. Что мне против них делать, объясните мне? Я, конечно, мог зазвать Швецию в эту войну, чтобы она мне немножко помогла, а потом кого еще мог зазвать? Там, типа, вот такие вот страны, эту же Валахию. Но как-то это нечестно будет, и слишком легко, большую орду могу еще зазвать. Ну, короче, если меня будет прям жестко выносить, походу придется воспользоваться тактикой, как за Косово когда-то, ну, тех, кто знает, те поймут. Ну, вот как бы все, одна провинция всего осталась, 600 войск, как бы, ну, хорошо сыграли, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Ладно, шучу-шучу. Я сейчас по одному щелчку пальца, вот по, вот такому, сейчас все исправлю на счет 3. Раз, два, три. Опа, вот мы и вернулись, все. Москва снова живая, ребятки, и это был все просто ужасный, страшный сон. Давайте забудем про него. Ничего у нас не происходило. Все было хорошо. Мы не воевали против этих трех стран. Мы сейчас немножечко отойдем от этих войн, и сможем нападать уже на их, получается, территории, и мстить им за наш плохой сон. Экстренное включение. Мы сейчас нападаем на Новгород, потому что на него напала Швеция, и у нас, в принципе, есть очень большие шансы какой-то кусочек у него отхапать. Я набрал все войска, которые смог, ну, типа, максимально быстро. Мысль, она, конечно, еще маленькая. Я делал все, что мог. Вы видите, как я еще быстро говорю, потому что я все просто на максимальной скорости это делал. Одну провинцию у нас получилось у него сейчас забрать. Надеюсь, хотя бы еще одну сможем у него отжать. Было бы просто невероятно хорошо. Да и, в принципе, Швеция, может, его полностью и не заберет. Добрый день, добрый вечер. Я знаю теперь, как ты очень сильно недавно хотел забрать мои территории. Ты знаешь, мне очень хочется теперь твои территории забрать. Ну, так, честно, чисто от души хочу немножко зааннексить тебя. Что, приятно, когда на тебя нападает не одна страна, а две еще, причем так, в крысу, да? Ну, ну, смотри, смотри мне тут, а то тебя сейчас еще полностью зааннексию. Почему такая ненависть? А, так, чисто без обид, ребят. Это просто потому, что потратил на него много времени, когда мы с ними до этого воевали. Так, короче, ну что ж, Новгород, мы практически забрали уже даже и твою столицу. Вот этого территория трогать не буду. Живи, пусть так уже и будет. Единственное, что меня напрягает, то, что... Офу, здесь сейчас только Новгорода, охренеть. Не, ну сюда я высажусь, сюда я высажусь. Единственное, что меня напрягает, то, что очень-очень-очень близко вот за меня находится теперь Швеция. Даже не через границу, ну, то уже ладно. Забираем вот эти территории Новгорода, и я думаю, в принципе, мне этого будет достаточно. Эти территории уже может как-то потом заберу. Новгород, в принципе, сильнее уже не станет. Единственное, что его с Швеция может по второму кругу забрать, ну, это уже не важно, так сказать, не сильно страшно. Забираю у него какие территории, думаю, вот эти вот мне будет достаточно. Знаете, что я могу сделать? Я могу его отделить от Швеции, вот. Вот, могу его отделить от Швеции максимально сильно, и потом забрать уже вот эти территории, которые у меня будут. Вот, как по мне, довольно-таки хорошая идея. Давайте его тут оставим. Лучше мы его с моря отделим. Вот, превосходно, ребят. Отделю его, наверное, еще, не знаю, не знаю, вот так сделаем. От Княжества Литовского я его не отделю, но максимально сильно, в принципе, могу это сделать. Давайте вот такие вот требования его кинем. Думаю, будет, в принципе, довольно-таки хорошо, и что? Ну, понятное дело, он согласился. Потом как-нибудь его уже добьем сильнее. И теперь у нас на очереди Рязань. Думаю, с ней будет тоже довольно-таки не тяжело. Я ей сразу же объявляю войну. Войска я почему-то забыл отправить, секундочку. Хотя, в смысле, забыл. Я не хотел их, в принципе, отправлять. Я думаю, нам нужно поначалу поотбиваться от нее. Точнее, пусть она на нас понападает. Мы постоим в защите. Это, в принципе, славно известная тактика, потому что... Что это? Неужели там миллиард цифр? Ладно, шучу. Так, 104 войска у нее даже осталось на моих территориях. Это очень плохо. Не хочу, чтобы она опять меня завоевывала. Это будет, ну, невероятно, невероятно ужасно. Ну, у меня войск еще как бы много, поэтому, думаю, она не сможет нас забрать. Так, что ж, у меня еще осталось 15 тысяч. Я думаю, что у нее просто-напросто нет шансов. Да, я вижу, что она уже потихоньку сдается. Правда, чуть пробивается. Это очень странно выглядит, в принципе. Ну, да ладно, у меня еще тут довольно-таки много войск. Короче, смотрим, что у нас тут происходит. Довольно-таки много у нее еще реально армии, офигеть. Я решил немножко рискнуть и напасть на ее родные территории. А тем более столицу. У нас плюс-минус получается ее забирать, офигеть. Даже, даже пробиваемся вот здесь. Вот это просто-просто пушечка. Как бы, мне кажется, скоро, скоро, довольно-таки скоро, даже, может, через пару ходов, мы сможем уже радоваться нашим новым территориям. Конечно, границы уже будут не такие красивые, как до этого. Сейчас глянем, какие территории Казани. Ну, хотя, знаете, в принципе, довольно-таки хорошо все выглядит. Единственное, меня смущает граница, там, где Швеция и это, Новгород, там, ну, там просто ужасно. Тут супер, просто супер какие-то дикие территории. Что ж, Рязань, не, Казань, да, Казань. Что ж, Казань, давай-ка мы тебя будем аннексить. Отлично, забрали все ее территории. Единственное, что мне нравится, нужно будет ассимилировать миллион ходов. Ну, это уже так, не страшно. Объявляем войну Белозера. Надеюсь, на меня сейчас никто лишний нападет. И вот такой вот угруппировочкой сразу на него буду нападать, на его родные провинции. Здесь я пока просто подожду. Хотя, чего ждать, в принципе, чего ждать, давайте-ка тоже нападем, почему бы и нет. Ну, что ж, Белозера, ты же не пробьешься, я тебя просто умоляю. Спасибо, 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 да, отлично. Мы забрали еще плюс Белозера, осталось забрать еще Новгород для красивых границ. И, в принципе, в принципе, можно радоваться нашим территориям. Посмотрите, какая Московия уже огромнейшая, просто невероятно, просто здоровый такой бык, я бы сказал. Сейчас вот, лишь бы забрать Новгород и было бы просто невероятно. А знаете, как говорится, тот, кто не рискует, не пьет шампанского, поэтому... Блин, не могу ему объявить войну. Ну, короче, жду еще 7 ходов. Так, что я там говорю, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, если не ошибаюсь. Так, короче, мы объявляем войну Новгороду, это очень опасное решение, потому что мы можем показаться слишком агрессивны для других стран, и на меня спокойным способом можно напасть. Опять же-таки, Великое Княжество Литовское, потом Большая Орда. Ну, короче, не буду вас нагружать этими мыслями. Я сразу же хочу пробиваться на его родных территориях. Это же родные, да, это родные его территории. Итак, первая атака, ну-ну-ну, давай, показывай, отлично, пробились, пробились, пробились и пробились. Слишком много пробились, ну да ладно, хотя бы, хотя бы не проиграли, это уже хорошо, это уже очень хорошо. Хорошая новость, меня это радует. И что? Что получается? Мы забираем те территории, которые я хотел для моих красивых границ. Надеюсь, нам хватит очков войны. А тут сколько? Да, тут тоже 14, поэтому мы сможем заннексить его территории. Смотрим. Unbelievable, ребят, просто. Вот скажите мне, где вы видели такую Московию? Ну, в реальной жизни, понятно, что на нее кто-то играл, уже такую большую ее делал, а то и на весь мир вообще. Но все равно красивенько, да? Так, Европа вроде бы примерно здесь и заканчивается. Сейчас я посмотрю, материки вообще, где находятся. Вот, примерно такие территории Европы. А вот, 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 это уже Азия идет. Вот, скоро мы пойдем в следующей части вот сюда вот, вот на вот эту вот территорию Европы. И вот где-то вот здесь, вот здесь вот. Ну, а вам, ребятки, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Пишите свои идеи, комментируйте, делайте, что там хотите. Только, конечно, все в адекватном смысле. Потому что я вас мог забыть, что там попросить или там вы что-то. Ну, короче, придумайте, что напишите. И вторую часть снимать или нет. Потому что, ну, мне нравится играть за Москвой. Довольно-таки хорошее прохождение, довольно-таки трудное. Всем еще раз спасибо за просмотр. Не забывайте подписки, лайки делать. Ну, а мы увидимся уже в новых сериях. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok